всем приветики с вами владимир вольский добрался я на дачу вот в таком омундировании сейчас 28 10 2023 года и я в шлеме в куртке очках и таких перчатках добрался на самокате на своем кроссер доминатор сиденьем проехал уже 2284 километра ну и вот ехал на 3 на 2 скорости разрядился только наполовину с двумя батареями вот так выглядит вся моя конструкция здесь у нас плед плед дома не нужен может пригодиться на даче сотканы из разных так сказать собранных куточков интересный плед такой хендмейдные работы красота плед взял всякие аксессуары может еще буду делать сегодня реставрацию старого дома вот этого всего есть тут места которые можно пореставрировать вот там вот щель на доме и вот тут вот есть какая-то щель может попробовать все это пореставрировать ну и собственно пособирать вот такую вот какую-нибудь айву если она будет парочку и сделать может быть возможно штрудель но это уже дома сделаю штрудель такой короче начинаю день дачный и все не буду жать еще место и куча куча всего оставайтесь на связи и я уже уселся попивать кофе из такой вот старогреческой чашечки а какая еще на даче может быть только пока что такая кушать чудесный кекс вот у нас такие кексы продают возле привоза на александровском сквере или проспекте старобазарный сквер не знаю как эта улица вот такие вот по 20 гривен офигенные кексики не хочет выходить вот там внутри куча изюма и он очень вкусный причем в остальных пекарнях именно этой же фирмы пробовали там что-то не докладывают а этот прям вкусный вот и буду скоро делать себе мангальчик хочу сказать что у меня апгрейд купил вот такую вот батарею для вот этой вот чудо пилы ну вот это чудо пила 21 вольт она и стоила она где-то 1200 или около того гривен а сама батарея стоит еще столько же это с алиэкспресс заказал но она вроде бы как потяжелее скорее всего мощнее потому что та которая в комплекте разряжается за пять минут вот сегодня хочу поэкспериментировать через сколько разрядится вот эта батарея пара вроде как прямо лучше еще оказалось что пришлось купить цепи новые вот так вот выглядит цепь ну вот стоит 60 гривен если покупать с алиэкспресс по 10 штучек сразу тогда будет где-то 60 гривен стоит оказалось что цепи затупливаются почему-то мы достаточно много ей спилили думаю ладно раз через раз можно обновлять купил сразу 10 хватит надолго и буду шкурить контейнер еще вот такой штукой купил щеточку за 57 гривен для шуруповерта такая щеточка тесто что называется она щетка кроцовка чашка куча всего такая она вообще просто хорошо сидит кроцовка то острая острючая такая вот на шуруповерт ее и буду контейнер немножко протирать то что там кучу кого-то барахла болота надеюсь что это поможет ну стоит недорого видите 57 гривен все счастливы ветер сегодня такой что улетается все сразу на костер видите за доли секунды быстренько все пилится даже большие вот такие бревнышки попилили и чтоб с них делались эти угли как раз угли уже поспели кошечка уже мяукает такая рыжая какая-то странная мелкая дадим ей мясо и сегодня у меня шея свиная шея значит стоит 209 по моему гривен за килограмм до мистическим образом перевзвесил мальчик ее из двух килограмм на кассе она стала килограммовой ну да ладно надеюсь что ему за это не влетит за то что он там обсчитал магазин не буду говорить какой вот и шея была по акции еще двери я взял несколько килограмм так что где-то на 200 гривен мальчик это самое обсчитался и с другой стороны я взял этот самый маринад сливовый а он наш по 37 гривен вместо 20 как я ожидал там была бирка типа акционная на маринад думал что он 23 сливовый торчен и все оказалось что нет что это все обман вот и в итоге что на маринаде немножко потерял а на этом а на мясе выиграл и получается на радостях сани сходили в мэри-бэри такая кофейня типа старбакса только не старбакс и заказали тыквенный латы и тыквенный чего-то там еще вот и но нам не очень понравилось так ну что такое кошечка какой же те кусочек найти такой чтобы ты прям была довольна вот тут все такие кусочки конечно большие ты прям будешь слишком довольна шел сама смотрите какой-то жилистый кусочек кошечке повезло держи достаточно большой кстати ну что будешь кушать не будешь там сливовом маринаде не знаю можете помыть кошка ну кошка была голодная все и пошла ну хорошо понеслась но вот она посчитала что там я ее не достану ну все процесс сейчас пойдет половину где-то свинины все еще купил отрезал где-то это килограммчик все будут счастливы мне кажется кошка уже ликует а потом вот такие еще ребра взял но на них все как полагается вот такие ребра где-то порядка 100 гривен обошлись и лук лук еще они порезала вот такой красивый лучок я буду кушать лучок то прожарю его тоже но отдельно уже но уже уже как красиво котячие разборки увидите там что начинается одна кошка вторая кошка и это метит дерево и мяукает и это мяукает и тоже на на все метит они две видите бодается видите в камеру бодается прямо ну а пока готовится мое мясо вот он стоит как красиво выглядит коты мяукают я решил но использоваться вот таким шпателем за 78 гривен с большой ручкой из не никелированной стали кажется или не ржавеющий непонятно и вот такой вот шпаклевка корабельная не знаю хорошая на или нет написано шпаклевка финишная полимерная акриловая что будет хорошо заделываю сейчас кусочек трещины меня вообще все это конечно мне не люблю когда трещины всякие вот вот трещина думаю сейчас попробую замазать тут все аккуратно видите как тут все это организовать как-то красиво маленький шпатель то что до этого у меня большие были неудобные а сейчас прямо маленькие компактные у меня трещины не расшиваю посмотрим как это будет то что в принципе в прошлый раз работало у меня все хорошо у меня там уже есть сверху уже больше года все замечательно шпаклевочка держится но я тут разводил сам она была в порошке какая-то но это такая мне кажется что где-то стекает вода на нужно делать какой-то это самый водосток мне кажется нужно делать уж и стекает вероятнее все вода просто напросто по вот этим трещина может дом дает усадку как его дедушка построил не особо понятно но что-то где-то пошло не так явно котики мяукают и под мелкой еще и сопровождение и запах шашлыка происходит вот это все кто занимается строительством напишите чем надо было замазывать вот эту щель дом будет видимо разваливаться постоянно я буду подкрашивать он из серого превратится в белый вот такая тут короче дыра немножко еще здесь пошло так вот такие дыры основательные через них наверно могли даже эти мышки про пробежать уже хотя нет только это какие-то подземные такие карты может вот такая история получилась снизу чуть-чуть начал делать вот здесь вот повторно прошелся там где-то трещина появляется видимо с подшифера может протекает непонятно чё еще и внутри тоже по хозяйски немножко помазал и в доме но здесь вот даже сверху помазал в уголочке меня были здесь вот такие дырки от ковра тоже их замазал несколько дырочек нету здесь под розеткой хватило и все остатки вот так вымазал сюда на дверь в принципе здесь везде нужно мазать то что мы стены просто покрасили вот видите какие-то в углах еще появляются вот такие трещинки странно конечно везде нужно подмазывать а может еще вообще что он короче везде потрескалась но я тем временем пока делается новый уголь вот уже одна порция пожарилась немножко потом подогреет перед едой и начал принимать пищу уже собственно закат смотрите вообще какая красота там солнышко светит садится самокат заряжается костер горит кошка мяукает хотя уже сейчас не мяукает уже наелся я дал несколько кусков больших правда салом были но я думал что он довольна вот уже готовый сливовый двойной маринад лучше чем одинарный сладкий такой прикольный пригаринки вот эти вот на шашлыке очень прикольно вот сливовым маринадом пригаринки которые видно кушаю чесночный хлебушек вот такой желаю всем приятного аппетита хорошо что выбрался на дачу такой блин день 28 10 2023 а на улице тепло какая-то аномалия просто вот я вообще футболки идеально ну что ж наконец-то наступил так сказать вечер и я нагрел естественно в воду в своем супер тене в душе в бочке вот это все и теперь можно в горячей воде интересно что я сейчас кстати тен не выключил не выключил он прямо там скажите мне если я тен не выключил и купаюсь это плохо может ли меня током ударить например вот вопрос напишите в комментариях мытье завершено я уже чистый в новой футболке и теперь буду чайник делать в общем-то как делаю чай последний пакет вот такой вот и квик джой оф ти спайси чай вот сто процентов натуральный с синамон кардамон анис и black pepper между прочим вот такая хрень пихевик делает интересный такой наваристый я бы так назвал то еще и кексик сдаем вот утренний а вот эти вот это нам кстати вот нагреваю нагреваю вот этот душ на улице тепло сейчас пойду пить чай на улицу вот вот а вот это умывальник и проект у нас будет же кухня там душ и все остальное вот к умывальнику докупила такую штуку и она подходит к нему оказалось вот такое я сейчас попиваю аквалай привожу в самокате бутылочку такую пять литров нам хватает в принципе на двоих на два приезда на дачу если вдвоем если одному на 4 приезда бы хватило что-то смотрю прохладно часов уже наверное 9 вечера у меня так что стало прохладно я думаю все надо печь включать а так держался думал сегодня и без печи и тепло но нет короче буду делать печь запускать даже вот такую штуку с ручкой от шкафа все пойдет в ход оказалось что не все вот такие вот у нас дощечки влазят в печь вот такие придется одну распилить чтобы не крошить сильно буду здесь делать над этим ну вот в принципе достаточно быстро пилиться раз 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 но все равно щепки летят конечно видите на штанах у меня много в тапках сразу и на полу накрошилось вроде бы над ящиком но не над ящиком получилось как то странно конечно а вы что думаете может на улице можно кажется впритык ну вот блин уже почти запихнул короче успех настал печь разогрела помещение все замечательно дайте покажу как у нас горит печь если кому интересно воняет ли краской вот эти штуки как видите не воняет иначе бы я сказал бы конечно я бы не молчал не воняет вот печь ну вот она все там происходит горит вот так палочкой заготовочка подкинул попозже уже можно не одевать носки и кушать можно уже орешки вот такие приколы хорошо что разогрел дом а то что-то начал подмерзать но сейчас уже тепло и буду чилить стемнело на самом деле где-то в 7 часов и делать практически нечего я хотел что-то красить в контейнере а вонять же на ночь тоже нехорошо краской будет пахнуть уже ничего не делал вот но в участке темно тоже ничего не поделаешь а каких-то таких типа там малярных работ у меня с собой ничего такого даже близко нет пока не придумал что делать буду играть в телефон и кушать M&M's вот такой вот релакс дачный да, утро начинается именно с игры в South Park видите такая вот чудесная игра и с попивания кофе спать было тепло я в общем-то хорошо выспался сейчас даже 9 утра а у нас в Украине перевели еще часы вроде как на час куда-то там назад наверное так что сейчас получается даже 8 или нет или 10 непонятно короче я выспался вот и уже успел сделать кофе аааа решил по чуть пошкурить контейнер перед покраской вот у меня такая идея фикс вот так вот закрасить контейнер чтобы он был белый вместо вот такого ржавого но вроде как идея ничего эти вот куски цемента остались там просто болото вот хочу сейчас это пошкурить купил такую штуку за 57 гривен насадку на шуруповерт должно работать но как-то так видите не очень быстро но какой-то эффект есть он соштрябывает вот куски цемента считаю что не зря купил вот такой результат как видите ну вот места где мне казалось что были скопления грязи я почистил немножко вот пошкурил видно вот эти круговые следы это тоже пошкурил ржавчину где мог потом батарейка села кстати вот видите здесь не пошкуренный кусок а здесь пошкуренный вот так вот прошелся и батарея в общем-то разрядилась а вот время окошко меня там мяукает вот остатки я так сметаю вот этой странной шваброчкой щёточкой можно венечком я не знаю чем угодно можно главное сильно пыли не поднимать что у меня аллергия ещё здесь паутину смести как раз удачно получилось что красил когда на паутину села эта краска её стало лучше видно видите всё в паутине никто сюда не заходил много лет и в пыли вот с утра мне кошка уже поёт песни ну вот видите бьется лбом об камеру прямо на окошко что ты сейчас смотрите она вот так мне кажется наметит да? всё что хочет наметит это же самец вчерашние ребрышки с мангала в общем-то сейчас разогрею в микроволновке и буду кушать их вместе с лучком и свиной шеей тоже несколько кусочков остальное домой заберу и что-то ещё кошке может перепадёт ну что же самое время наконец-то мне позавтракать шашлычком всем приятного аппетита вот так у меня выглядит завтрак вот так я сижу но с таким вот красивым видом ни на что посреди ничего и вот внизу кошак постоянно мяукает трётся об меня видите ну вот постоянно я когда ношу этот шашлык переживаю что он сейчас между ногами мне это самое где-то заберётся я споткнусь и переверну всё мясо ему только этого и надо вот так вот сейчас это и как покрашу контейнер нашёл котику занятия вот котик косточки разбирает на них это остатки свиных ребрышек он чуть облизывает обсасывает пришло время погрунтовать грунт слайдер универсальный 400 миллилитров одел масочку ну и всё понеслась вот пока две порции грунта подсыхают что-то там конечно в этот раз как будто бы больше ребер у этого контейнера или он более ржавый эта дверь короче как-то он не супер платно покрылся пока короче это происходит пока он засыхает пару минут попилю что-нибудь вот у нас здесь такая хрень вот линолеум поднимается и мешает вот это вот что-то вот видите поросль колоски в огромном количестве вы видите миллион колосочков следующий вход пошло подпиливание поросли айвы вот так это всё крупным планом выглядит поросль надо убрать чтобы был красивый сад сад вот таким вот образом удалось мне под айвой убрать поросль в воде стало красивее немножко но надо ещё работать конечно всякие мелкие штуки там под этим деревом убирать вот у нас остальные тоже вот за эти два мы сразу дерево взялись по приезду мы их хорошо так почистили вот видите у нас их всего несколько деревьев и надо конечно каждое привести в порядок и вот такая образовывается куча из огромная в рост человека с кустами с этими непонятно что потом делать с этими обрезками их конечно видите такие заросли уже капец их по сути на мангал конечно хватит на вечность что поросль быстро растёт и так эта куча пока у нас не особо уменьшается моё с этой стороны видите она здесь более сухая начали на мангал собирать собирать но особо ничего не убирается конечно эмаль универсальная слайдер пойдём покрасим вот так это всё погрунтовано мне кажется что не очень конечно плотно но это и так два баллончика они где-то гривен 70 стоят не считая доставки а тем временем мы с котом делаем умывальник вот такой вот так вот вся эта конструкция выглядит это будет стойка для вот этого рукомойника такой вот он давно уже тут лежит но к сожалению закончились шурупы надо новые шурупы приобрести чтобы собрать рукомойник пока он остаётся здесь и ножки тоже до следующего раза когда будут шурупы кот тоже останется здесь красота видите почистил под этой штукой теперь здесь можно установить скамейку в теории и сидеть под айвой на скамейке можно груши пособирать говорят что они могут дозреть вполне может и не дозреть не знаю такие красивые игрушки много тоже не надо несколько возьму и всё в общем-то так чтобы самокату было не тяжело ехать ну вот такая стара для луч буду по чуть собираться потому что собственно собственно уже всё вот ещё видите как я успешно попилил тут всё теперь красивее теперь красивее возле калиточки ну не то чтобы прямо супер но лучше замечательная пила она прям вот так видите ну вот так может такие чопики прям делать здесь что что постоянно не мяукает встал два кота кот не мяукает на этом дачный день закончен собираю мусор и вывожу самокат вот так уже освободил видите проход визуально возле дома от сорняков поросли немножко попилил вот это ещё дерево вот здесь вот вдоль дороги поопиливал чтобы в туалет было удобно ходить вот так вот деревья чуть приложу участок в порядок если вам нравится смотреть как я работаю над дедушкино с бабушкиным участком вот они мне подарили всё это сокровище так сказать интересно смотреть как я облагораживают подписывайтесь на канал ставьте пальцы вверх будет дальше продолжение как мы с муслимом и с Анной с ребятами будем приезжать что-то делать со старой советской дачи вот этой всей которая начинает превращаться в европейскую в проекте у нас водопровод домашний там туалет душ и так далее вот всякое там интересное итак до новых встреч спасибо что посмотрели пальцы вверх и всем пока пока